В столице 12 часов дня в эфире Хабар 24 выпуск новостей в студии Тимур Сапар. Здравствуйте! Президент поздравил народ Казахстана с днем единства. Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности, отметил Касым Жумар Токаев, обращаясь к соотечественникам. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все казахстанцы чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему. У нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье единой казахской нации. Цитирую. Народная мудрость гласит начало счастья, согласия. Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости. Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам. Конец цитаты. В заключении глава государства пожелал согражданам благополучия и процветания. Выставку этнокультурных объединений Думбара Пати приурочили ко дню единства народа Казахстана в октябре. Почти тысячи юных музыкантов исполняют произведения известных композиторов. Кроме того, октябренцы смогут поучаствовать в массовом пленэре. Главной темой рисунков детей станет, конечно же, дружба и единство народа. На месте сейчас находится наш корреспондент Наталья Салькова. Она готова рассказать, как проходят народные гуляния. Наталья, приветствую. С праздником, в первую очередь. Вам слово. Здравствуйте, Тимур. С праздником. Сейчас мы находимся на площади Устелы Благодарности Казахскому народу. Здесь проходят основные праздничные мероприятия. Нужно отметить, что в регионе проживают представители более 90 этносов и действует 16 этнокультурных объединений. Ознакомиться с традициями и историей народов, проживающих в области, можно на выставке. На ней представлены изделия декоративно-прикладного искусства. Это, к примеру, экспозиция болгарского культурного центра. Сейчас рядом со мной находится ее руководитель Анастасия Подальянова. Анастасия, добрый день. С праздником. Скажите, пожалуйста, вот мы видим, что здесь представлена лишь малая часть предметов быта. Расскажите, пожалуйста, о них. Здравствуйте. С праздником всех казахстанцев. Да, малая часть. Вот здесь, к примеру, уменьшенная копия казана болгарского, который вешался на огонь и в котором готовилась еда. Это ступка, в которой толкли красный болгарский перец. Это символ Болгарии. Праздник, Мартинеца, вышивка народная. Все это делается у нас по сей день, передается из поколения в поколение. Праздник Мартинеца вообще широко празднуется у нас. Также представлена выставка национальной кухни. Всех казахстанцев хочу поздравить с этим праздником, пожелать мира, добра и процветания. Спасибо большое. Я отмечу, что не менее впечатляющим стало и другое мероприятие «Домбропати». Всего в нем принимают участие около тысячи дамбристов. Юные музыканты исполняют произведения известных композиторов. Примечательно, что среди дамбристов немало представителей других национальностей. До эфира мы поговорили с Чичан Паком. Давайте послушаем интервью. Сначала я начал играть на дамбре, так как мне предложили родители, что раз как ты живешь в Казахстане, тебе надо знать традицию Казахстана. Я начал играть около четыре года и мне очень понравилось. Я умею играть на дамбре разные кьюи и разные композиции. Например, как кьюи «Курмангазе», «Давлет Кири» есть кьюи. Также есть иностранные композиции. Здесь же на площади проходит ярмарка местных сельхозтоваропроизводителей, а также спортивные мероприятия. Кроме того, жители и гости города могут насладиться праздничной программой, которую подготовили представители этнокультурных объединений, а также артисты городского дома культуры. На этом у меня все. Тимур. Спасибо, Наталья. Виден, конечно, размах празднования. Отмечу, что сегодня небесная канцелярия у вас в октябре не подвела. В столице сегодня у нас пасмурно. С праздником! Почти 30 представителей разных национальностей проживают в Бородолихинском районе области Абая. Многие работают медиками. В районной больнице большинство специалистов по собственному желанию переехали из больших городов в сельскую глубинку. С некоторыми из них встретилась наш корреспондент в регионе Асемутешев. Сосудистый хирург Хасан Эль Сахар родом из Объединенных Арабских Эмиратов. В Казахстан переехал в 1992 году. Тогда же и получил вид на жительство. Вместе с женой, казашкой по национальности, решил переехать из Алматы в Бородолихинский район, чтобы улучшить медицинские услуги в сельской местности. Я работал в разных местах. Работал за границей много лет, работал в Эмираты. Я здесь, в Бородолиха, устроился на работу с прошлого года. Здесь все делается для граждан. То есть они неподъемные, малопроцентный кредит, жилье. Все-все помогает. Прекрасная страна, которая все возможны. Без ограничений. Поэтому здесь мне очень нравится. И я себя чувствую хозяин, как в собственной стране. Чувствует себя как дома и молодой хирург Жират Ягана, который 13 лет назад переехал в Казахстан из Афганистана. Объезде в полмира доктор признает, что лучше всего чувствует себя в нашей стране. С каждым годом я стал больше и больше привыкать к жизни в Казахстане. И Казахстан для меня стала как вторая родина, как образовательная родина, если правильно будет говорить такое. И, если честно сказать, я больше себя комфортнее, удобнее чувствую в Казахстане, чем сейчас у себя в родине. Больше половины своей жизни я за границей живу. До этого я еще в других странах тоже жил. Но сравнительно больше всего мне понравилось отношение народа друг к другу здесь, в Казахстане. В дружбе и согласии живут и Вселенова Покровка. Руководитель татарского этнокультурного объединения Найля Давлетшина активно участвует в работе центра. Она вместе с мужем переехала по направлению из России полвека назад и осталась. Эта страна приняла огромное количество депортированных, согнанных со своих родных земель именно Казахстан. Они получили здесь и крышу, и уют, и были обласкан казахским народом. У казахского народа свой определенный менталитет, это гостеприимство. Благодаря Казахстану я получил здесь образование высшее, педагогическое. У меня родились здесь дети, сейчас растут внуки. Всего в Бородульхинском районе проживают представители 30 этносов. Местный дом дружбы объединил казахов, русских, украинцев, белорусов, немцев и татар. Все они, несмотря на разную национальность, намерены дальше сохранять главное достояние – мир и согласие в обществе. День единства в первом казахстанском этнопарке отмечают в Усть-Каменогорске. К праздничной дате в городе приурочили открытие фонтанов и площадок летнего отдыха. Свои таланты готовы показать и лидеры 115 этнокультурных объединений. Они подготовили концерт под единым шанраком в юрточном городке. Силу казахстанцев в единстве увидел Вячеслав Витлугин. Он сейчас находится с нами в прямом эфире. Вячеслав, с праздником приветствую. Как у вас на Востоке встречают сегодня этот праздничный выходной день? Здравствуйте, Тимур. Сейчас мы находимся в Усть-Каменогорске. Это, по сути, малая родина ассамблеи народа Казахстана. Первый дом дружбы в 1992 году открыли именно на Востоке. А после и первый казахстанский этнопарк появился именно в нашем регионе. И что символично в День единства в нашем этнопарке. Вот такие масштабные мероприятия. Ярмарки, выставки, спортивные состязания. И все это активисты местных этнообъединений подготовили своими руками и со своим творческим потенциалом. И что очень интересно, их пришли поддержать сотни друзей, родственников и просто горожан. И мы сами видим, что настроение отменное. И даже тучи в этот пасмурный день разошлись. Давайте послушаем представителей этнокультурных объединений. С праздником, дорогие казахстанцы! Более ста народностей живет под нашим дружным шанраком. Благодаря нашему государству каждый народ может соблюдать свои традиции. Под мирным небом всех с праздником! Для нас День единства народа Казахстана – это прежде всего мир на нашей земле. Это приятные отношения всех народов, которые проживают у нас под единым шанраком. Здорово, что мы сегодня имеем возможность отмечать такой праздник, когда нам нечего делить. Мы – единый народ Казахстана. И мне остается добавить, что сегодня этнообъединения региона из разрозненных малых организаций превратились в языковые школы. Сегодня их 115, а рядом со мной лидер татарского этнокультурного объединения – Равиль Юнусов. Равиль, что для вас значит этот день? В первую очередь хотелось бы поздравить всех казахстанцев с этим светлым весенним праздником – Днем единства народа Республики Казахстан. Этот праздник олицетворяет мир и согласие во всем Казахстане. Все казахстанцы живут дружно. И мы знаем, что татарский праздник Сабантуй собирает представителей всего Казахстана за весенними гуляниями. И такие же праздники, как Наурыс или Русская Пасха, собирает всех за одним дастарханом под мирным единым шанараком. Поэтому я желаю, чтобы наша молодежь, представители всех однокультурных объединений, представители всех этносов жили в мире и согласились, что ли, чтобы они соблюдали свои традиции, культуру и все это передавали дальшему поколению. Спасибо вам большое, Равиль. А мне остается добавить, что подобные праздники вот в таких же масштабах сегодня продолжатся в четырех крупных парках Усть-Каменогорска. А еще горожан постараются удивить светом музыкальными фонтанами. Я вас уверяю, что атмосфера в городе вот такая. Вячеслав, спасибо. Прямой эфир, а то и есть прямой эфир. К сожалению, не обошлось без технической неполадки, да, но это не испортило то впечатление, которое мы ощутили через экраны, что какая атмосфера царит у вас на востоке. Будем надеяться, что тучи, как и у вас, разойдутся сегодня везде, где сегодня пасмурно. Спасибо. Почти миллион двести тысяч туристов этим летом ожидают в Акмолинской области. Сейчас курортные зоны готовятся к встрече гостей. Некоторые здравницы уже открыли бронирование места о том, какими будут цены на отдых. Сюжет Аслана Абуталипова. Одним из первых подготовку к приему гостей начали в Зерендинской курортной зоне. Местные отели и лечебницы разрабатывают привлекательные программы для отдыхающих. У нас бронь уже идет на июнь, июль, август месяц. Наверное, до трехсот человек, я так думаю, что мы принять сможем. Веревочный парк у нас будет работать взрослый и детский. Бассейн под открытым небом у нас с подогревом. Потом два корпуса основных. Готовятся к приему гостей в казахстанской жемчужине Бурабая. Здесь некоторые отели решили расширить спектр услуг. К привычным экскурсиям и развлечениям они добавили оздоровительные курсы. Хоть это и затратно, но имеет свои перспективы, говорят туроператоры. Мы ориентируемся на предоставление услуг семейного отдыха, так как это сейчас пользуется спросом. У нас есть не только развлечения. С этого года мы вводим свои лечебные оздоровительные процедуры. Все это обусловлено желаниями туристов. Если таких услуг не будет, то сложно их привлечь. Немаловажным остается и вопрос цен на отдых. Как оказалось, на стоимость влияют сроки пребывания, загруженность отелей и время бронирования номеров. Самое главное, для гостей доступен широкий выбор мест отдыха. Есть какой-нибудь стереотип о том, что Боровой у нас является дорогим и не все могут себе позволить. Отчасти это правда, но могу сказать, что линейка именно для отдыхающих, она начинается от 15 тысяч и выше. Все зависит от комфорта и качества услуг, которые выбирает для себя турист. Местные власти намерены решить и злободневные вопросы, которые мешают комфортному отдыху. В прошлые годы туристы постоянно жаловались на разлетающийся мусор и отсутствие парковочных мест Бурабая. Поэтому в этом году на благоустройство курорта выделили более 30 миллионов тенге. На курорте Бурабай дополнительно будет установлено 100 урн, 27 контейнерных площадок в поселке Бурабай будет установлено. И 57 контейнеров, предусмотренные порядка 4 мест под большие парковки, более 500 и более машин. Если брать в этом году, то на сегодняшний день уже сейчас начнутся строительные работы по парковке, которая будет находиться в районе национального парка. Первый поток отдыхающих туробъекта ожидают уже на майские праздники. Всего этим летом принять гостей готовится порядка 400 гостиниц и санаториев региона. Их большая часть расположена в Бурабайском и Зерендинском районах. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. В области ЖТСУ первомайский праздник отмечают целой чередой мероприятий. Проходят различные спортивные состязания, концерты и челленджи. Организованы народные гуляния. Сейчас моя коллега Гульнар Жантасова находится в Коксусском районе. Здесь на центральном стадионе собрались жители из всех сельских округов. Здравствуйте, Гульнар. С праздником. Видим, что на стадионе очень многолюдно. Что интересного происходит сейчас у вас? Добрый день, Тимур. Да, здесь мы находимся около двух часов. Действительно организовано масштабное мероприятие с разнообразной концертной программой, спортивными состязаниями. Также представили свое мастерство и этнокультурные центры района. Здесь организована выставка, различные музыкальные концерты. Также традиции они представили, национальные блюда свои. Здесь, в Коксусском районе, работает шесть таких объединений. Послушаем их, о чем они говорят. Дети, наше будущее поколение, должны знать, что в Казахстане очень многонациональное государство. И каждый националист имеет свою культуру, свои традиции, которые мы должны передать. Я хочу сегодня пожелать всем, каждой семье, счастья, благополучия, успехов и мира, мирного неба над нашими головами. Также расскажу о том, что здесь на празднике приготовили трехметровую пиццу, раздали детям. Но, пожалуй, самым необычным мероприятием здесь оказался фестиваль в Сырне. Сюда приехали, вот там не видно, уже стояли большие казаны с десяти сельских округов. Лучшие мастера по приготовлению национального блюда в Сырне. Им было определено время для приготовления в Сырне. Сейчас оно уже готово. Посмотрите, оно стоит вот здесь вот на столах. Сейчас работают компетентные жюри, которые подведут итоги и наградят лучших. Ну а дальше уже все эти блюда отправятся вон на те столы, где их попробуют уже все гости и участники нашего праздника. Ну а рядом со мной находится Аким Коксуцкого района. Марлен Кульбаев, Марлен Копачич, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, в национальной традиции казахов есть такой праздник Ерулюк по весне. Насколько я поняла, этот конкурс приурочен к нему? Да, у нас сейчас все владельцы крестьянских хозяев, которые держат скот, с зимовки переезжают на Жайляу. И когда все переезжают туда, там проводится Ерулюк. То есть там готовятся национальные блюда в Сырне. И поэтому сегодня мы на нашем празднике хотели вот этот праздник провести здесь, Ерулюк. Фестиваль в Сырне организовать здесь, потому что многие не могут туда пойти, на Жайляу попасть. Поэтому здесь мы организовали специально фестиваль в Сырне, где вот наши 10 сельских округов, которые у нас в районе имеются, они приготовили Сырне. Сейчас компетентные жюри выявят, улучшат, победительным и потом денежным призами наградим. А все Сырне, которое здесь приготовилось, мы специально для народа, для жителей, которые сегодня пришли на праздник, для них дадим как угощение на сегодняшнем мероприятии. Спасибо большое. Ну, мы видим, что здесь все рады очень этому празднику. Также я отмечу, что такие народные гуляния сейчас организованы по всей области ЖТСУ, также и в городе Талдукурган. Там идут концерты, различные выставки, также челленджи. И все это завершится грандиозным большим галоконцертом, который будет организован в парке Жастар. У меня на этом все. Тимур. Спасибо, Гульнар. Напомню, с нами на прямой связи был наш СОПКОР из области ЖТСУ Гульнар Жантасова. Ну, а череду праздничных прямых включений продолжим теперь уже и в столице. Больше 70 мероприятий пройдут сегодня в Астане в честь Дня единства народа Казахстана. На одной из городских площадок находится наша съемочная группа. Гульдана Кален на прямой связи со студией. Гульдана, приветствую. С праздником тебя. Поделись, как обстановка жителей уже начали масштабно отмечать 1 мая. Приветствую, Тимур. Да, прежде всего хочу поздравить наших телезрителей с Днем единства народа в Казахстане. Пожелать каждой семье благополучия и мирного неба над головой. Да, я сейчас нахожусь на территории специализированного лицея-интерната для одаренных девочек. Что удивительно, здесь параллельно празднуют и наурыз. Как вы видите, сзади меня здесь установлены юрты. Их 21. Установили их администрация школы совместно с родителями и детьми. Атмосфера здесь очень праздничная. Здесь, получается, на сцене выступают дети, также звезды эстрады. Также параллельно проводятся игры, национальные игры. Армрейслинг, перетягивание каната, арханменсикерпе. В театральных сценках активно принимают участие и сами же родители. Рядом со мной сейчас находится Жанерке Хайрат Козе. Здравствуйте. Вообще, что для вас День единства народов Казахстана и вообще в целом, как ваше настроение? Настроение просто отличное. А День единства народов Казахстана для меня это один из самых значимых и самых главных праздников в нашей стране. Это день, когда мы отмечаем нашу дружбу, наши многобратья и многобратья наших культур. И как это все гармонично сочетается. Вот такой вот очень важный для меня праздник. И, пользуясь случаем, я бы хотела поздравить всех казахстанцев с этим замечательным праздником. И желаю, чтобы над нами было мирное небо и наша дружба с каждым годом все крепло и была крепче. Спасибо вам огромное. В целом, здесь мероприятие будет проходить в течение всего дня. В каждом Дастрахане, в каждой юрте накрыто богатый Дастрахан. Всех жителей и гостей столицы угощают здесь национальными блюдами. Кроме того, это не единственная площадка. Больше 70 мероприятий, как уже было сказано, запланировано в столице, во всех четырех районах. Помимо концертов, помимо национальных игр и угощений, также будут проводиться круглые столы и книжная выставка. В целом, получается, у меня пока вся информация. Буду дальше следить за обстановкой. Спасибо, Гульдана. Напомню, на прямой связи была наша столица. На такой приятной ноте завершаем выпуск новостей. Еще раз с праздником всех казахстанцев. Не прощаемся.